Сериалы нас удивляют, сериалы нас развлекают, сериалы нас завораживают. Во время просмотра вы получаете огромное количество эмоциональной разрядки, которая необходима, чтобы справиться с проблемами, которые вас волнуют. С другой стороны, в сериале много элементов, помогающих вам получить представление о жизни за пределами экрана. Вы видите, как люди ведут себя в тех или иных ситуациях. Так что вы можете сравнить то, что происходит в реальной жизни с тем, что показывают в этом сериале. Тем более авторы постарались написать такой сюжет, который был бы увлекателен для абсолютно разных людей. Каждый эпизод сезона обещает быть насыщенным и увлекательным. В скором времени абсолютно все зрители смогут увидеть новый эпизод сериала. Он будет выпущен 17 сентября. Еще до выхода сериал собрал вокруг себя небывалый ажиотаж, еще больше завоевав внимание и интерес зрителя. Аудитория выстраивает возможные варианты развития сюжетных линий, но пока это лишь догадки. Запасаемся попкорном и с нетерпением ждем премьеры. Томительные часы до момента премьерного показа можно заполнить просмотром других удивительных сериалов. Но выбор сериалов для просмотра – нелегкое дело. Но не стоит отчаиваться, просто следуйте нашим рекомендациям. В дебютном эпизоде главные герои сериала Миша и Дима дружат с самого детства. Когда они стали взрослыми, они стали заниматься общим бизнесом, руководя мебельным магазином. В итоге они построили свое жилье, практически одинаковые во всем особняки, по соседству и без забора между участками. А когда обзавелись семьями, то стали дружить домами. Супруги Миши и Димы тоже очень быстро нашли общий язык. Между этими людьми, казалось, царила такая идиллия, которую разрушить просто невозможно никому и никогда. Но внезапно их дружба заканчивается бесповоротно. Из-за вскрывшейся тайны обе семьи стали злейшими врагами друг для друга. Актер Егор Бероев рассказал о сериале. Мой герой Дима, до предела увлекающийся человек, он очень старается соответствовать той дороге, которую выбрал. Я думаю, его развод с женой, это частая ошибка в жизни многих людей. Когда супруги думают, что разлюбили друг друга, и нужно искать других. Но это просто такой этап в семейной жизни, после которого опять вдруг может случиться взрыв и эмоции. Режиссер сериала также поделился в интервью своим мнением. Съемки проекта открывают для меня особую возможность создать что-то новое и свежее в знакомом формате. Это забавная история про настоящую мужскую дружбу в очень оригинальном конфликтном сюжете. Актерский состав прекрасный. Честь и удовольствие работать вместе. Семейные комедии, это жанры, в которых мы преуспели. Над проектом работают авторы и продюсеры семейного хита Иванова-Ивановы. Так что я не сомневаюсь, что все будет сделано очень качественно, смешно и трогательно. Словом, так как мы умеем. Рассказал генеральный продюсер Виталий Шляппа. Этот сериал – первый проект канала ТНТ, который был создан вместе с продюсерами другого проекта «Супер». Одним из них стал режиссер Клим Шипенко, постановщик комедии «Холоп», собравший самую большую кассу за всю историю отечественного кинопроката. Работа над многосерийным телефильмом велась в районе Калужского шоссе в 35 километрах от столицы. Место для съемок было выбрано живописное и очень тихое. По словам группы, единственное, с чем немного не повезло, это с погодными условиями. Съемки велись, начиная с июля по октябрь. И сцены, в которых должно было быть знойное лето, выпали на холод. Актеры ходили в шортах, стояли якобы под грибным дождем, когда их поливали из шланга и прыгали в бассейн при температуре, которая вовсе к этому не располагала. Главная героиня сериала – Марина. Успешная, красивая 39-летняя женщина. Она владеет отличным цветочным магазином, замужем за врачом-хирургом, имеет двух прекрасных детей и даже беременна третьим. Казалось бы, здесь ни к чему не придраться. Но первая серия дарит своим зрителям невероятный поворот сюжета. На самом же деле, цветочный магазин – это только прикрытие. Настоящая профессия обычной женщины Марины – сутенерша с очень необычным специфическим бизнесом. А ее подруга помогает ей искать девушек-рабынь. Так в бордель попадает юная прекрасная блондинка, которую главная героиня выставляет на аукцион. Однажды одну из работниц сутенерши внезапно находят бессознание в гостинице. После чего Марина пытается уничтожить все следы. По словам создателей сериала, в сценарии этого проекта угадываются мотивы рейтинговых зарубежных телефильмов. Например, «Косяки», «Во все тяжкие» и «Бесстыдники», но только перенесенные в современные российские реалии. При этом в сериале сочетаются мощные женские персонажи, исключительная игра актеров и потрясающая операторская работа. Борис Хлебников рассказал подробности о данном российском детективном телесериале. «У нас действительно замечательный и увлекательный сценарий, в котором переплетены детектив, драма и немного юмора. Но мне как режиссеру было очень интересно рассказать о тех важных процессах, которые происходят сейчас в семье. О том, как меняется роль женщины, как она становится главной». Актриса Анна Михалкова высказала свое мнение о работе над проектом режиссера Бориса Хлебникова. «Такая роль – это огромный подарок любому актеру. Я получаю огромное удовольствие от общения с Борисом, он дает возможность всей группе почувствовать себя со авторами. И я думаю, что ему интересно работать над этим проектом в первую очередь как над большим произведением, в которое можно многое вложить. У Бориса Хлебникова есть свой почерк. И он всегда прослеживается как в его фильмах, так и в сериалах. Зрители очень высоко оценили данный сериал. На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет почти что 8 баллов из 10. История мира после апокалипсиса, в котором осталось очень мало людей, сумевших выжить после падения цивилизации. Все они заражены странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Только вмешательство извне вытаскивает людей из сна, которые через несколько часов переходят в смерть. Казалось бы, общая беда должна объединить всех оставшихся в живых, но люди больше не доверяют друг другу. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, а стаи одичавших собак представляют не меньшую опасность. В первой серии бывший пациент психиатрической больницы Саша Морозов возвращается к себе домой. Но в результате вспышки вируса остается один. Его сестра, муж сестры и их сын быстро умирают. Сериал является эксклюзивным проектом «Окко». О начале работы над ним стало известно во время киновыставки, которая проходила в Каннах в октябре 2019 года. На этом престижном международном форуме платформа «Окко» презентовала многосерийные фильмы, собственные оригинальные продукты. Премьера состоялась на международном фестивале веб-сериалов 31 июля 2021 года в Нижнем Новгороде. Всего в смотре участвовали 44 веб-сериала из разных стран, от России было представлено 17 проектов. Креативный продюсер сериала Борис Хлебников подчеркивал, что проект был задуман еще до наступления пандемии 2020 года, и тогда же он поступил в разработку. Это было некое фэнтези, постапокалипсис. И как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то меняться в сторону происходящего. Но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой. Так как журналистике идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового. В проект входит основной сериал и 8 веб-сериалов, посвященных каждой параллельно развивающейся истории. Все части проекта объединяет тема – поведение людей в ситуации случившегося апокалипсиса. Линии героев всех историй периодически пересекаются, и персонажи влияют друг на друга. Объединяются на своем пути или повстречавшись, продолжают путь поодиночке. Дополнительные веб-сериалы нужны, по словам директора по контенту Обка Макара Кожухова, чтобы раскрыть героев и придать истории объема. Он также отметил, что идея проекта возникла задолго до пандемии. Хаят родилась в небольшом провинциальном городке. Вместе с двумя своими подругами она переезжает в столицу. Другой главный герой по имени Мурат – красавец и богатый наследник. Их первая встреча была наполнена ненавистью, однако через некоторое время между ними вспыхнуло настоящее чувство. Молодые люди отчаянно полюбили друг друга. Но смогут ли они пронести свою любовь через многочисленные трудности и испытания? Премьера турецкого романтического сериала с элементами комедии состоялась 15 июня 2016 года. В главных ролях – Бурак Денис в роли Мурата Сарселмаза и Ханде Эрчил в роли Хаэта Узуна. Действие происходит в Стамбуле и следует роману на рабочем месте в многонациональной модной компании Сарти. Сериал транслировался более чем в 30 странах мира и собрал миллионы просмотров на YouTube. Хаяту Зун – уроженка деревни Гирисун и дочь рыбака. В первых сериях проекта она вынуждена искать работу в Стамбуле, иначе ей придется вернуться к своей семье в деревню. Если это случится, то ее строгий консервативный отец заставит вступить ее в брак по расчету. В настоящее время она живет со своими лучшими подругами, а их мать навещает их. В случае ошибочной идентификации она получает работу в международной текстильной компании Сарти в качестве личного помощника Мурата Сарселмаза, главы этой самой компании. Мурата тянет к Хаят. Это вызывает зависть у бывшей девушки Мурата, Дидьям, ведущей модели компании. Дидьям вызывает недоразумения, которые заставляют Мурата оттолкнуть Хаят, но затем он преследует ее и приносит извинения. В конечном итоге Дидьям была уволена за ее заговоры. Личный шофер и лучший друг Мурата, Керим влюбляется в ИПЕК, и позже она отвечает на его авансы. Мурат приводит Хаят к себе домой, чтобы оправиться от панической атаки, вызванной Дидьямом. Они сблизились на выходных, но затем прибывает Дидьям, утверждая, что беременна. Мурат рассордился, но принимает на себя обязанность жениться на Дидеме ради ребенка. Обе семьи встречаются и решают свою свадьбу. Мурат разъясняет им, что брак – это всего лишь формальность, чтобы узаконить ребенка. Мачеха Мурата, Деря, также узнает правду и помогает Дидему инсценировать выкидыш до того, как ее правда будет раскрыта, что освобождает Мурата от предполагаемой ответственности. Казалось бы, что общего между девушкой Олей из провинции и дочерью миллиардера Марго? Они обе хотят заработать много денег. Оля – это приезжая простая девушка, которая едва сводит концы с концами. А Марго – девушка из высшего общества, внезапно лишившаяся своего статуса и состояния. По иронии судьбы, она вынуждена устроиться официанткой в кафе, где, собственно, работает Оля. Вместе девушки начинают подумывать о своем прибыльном бизнесе. Тем более, что почти все для этого у них есть. Все, кроме денег. Но на одни чаевые дела не откроешь. В первой серии Оля, находясь в тяжелом финансовом положении, трудится на двух работах. А Маргарита может получить все, о чем можно только мечтать. Но внезапно жизнь девушки кардинально меняется. И ей приходится идти на работу. Оля и Марго совершенно не похожи друг на друга. Но их объединило отсутствие денег и необходимость работать официантками в подмосковном кафе. На что пойдут девушки, чтобы решить свои проблемы? Сериал является российской адаптацией американского ситкома «Две девицы на мели». Весной 2016 года стало известно, что телеканал «Пятница» готовит к премьере российский ситком «Две девицы на мели». Оригинальная версия проекта «Скэт Деннингс» и «Бэт Берс» вышла в 2011 году на американском телеканале. Проект продлился шесть сезонов и получил премии «Эмми» и «Выбор народа». Режиссером российского сериала выступил Константин Смирнов, известный по таким работам, как «Зомбоящик», «Беглые родственники», «Универ», «Новая общага». Съемки российской адаптации «Двух девиц на мели» стартовали в июне 2017 года. Изначально планировалось, что ситком будет транслироваться на телеканале ТНТ, но потом было объявлено, что премьеру ситкома покажет «Пятница». Одни из главных ролей в проекте исполнит звезда комедийного шоу «Однажды в России» Ольга Картункова и лучший друг Дмитрия Нагиева в сериале «Физрук» Владимир Сычев. Картункова воплотит образ героини Макс, который в оригинале играет Кэт Демнингс. А наколкая, знающая жизнь, работает на двух работах, чтобы свести концы с концами. А Левтине Тукан досталась партия Кэролин, утонченной барышни с трастовым фондом, которой по воле случая пришлось податься в официантки. Нихан – дочь солидного бизнесмена, который оказался на грани банкротства. Кемаль – сын простого парикмахера. Может ли быть будущее у этой любви? Тем более, что ради своего эгоистичного сына Эмира, безумно влюбленного в Нихан, его отец Галиб Бей способен совершить преступление. Путем шантажа своего компаньона отца Нихан, он добивается согласия на свадьбу Нихан и Эмира. Нихан и Кемаль принадлежат к совершенно разным мирам. Но несмотря на это, между ними зарождается настоящее чувство. Как сохранить любовь и веру в себя и друг в друга, невзирая на преграды, трудности и сложившиеся обстоятельства? Это история о парне и девушке, не имеющих ничего общего. Ведь они происходят из разных слоев общества, имеют непохожий круг общения. Однако это не мешает возникнуть любви в сердцах главных героев. Их первая встреча в первой серии была случайной, но изменила жизни обоих. Однако богатство и бедность, в которых живут главные герои, слишком далеки друг от друга. Против союза влюбленных выступают их родители и друзья. Однако никакие препятствия не способны разрушить искренние чувства главных героев. В ее жизни есть таинственный мужчина, который обладает властью над Нихан. Он упивается собственным могуществом и не намерен его лишаться. Обманом и подлостью он разлучает главных героев. Ее сердце продолжает стремиться к Кемалю. Несмотря на расстояние, препятствия и трагедии на жизненном пути, главные герои продолжают искренне любить друг друга. Им суждено пронести это чувство через многие годы и многочисленные испытания. Интересные факты. Премьера первого сезона состоялась 14 октября 2015 года. В России мыльная опера впервые была показана в августе 2018 года на канале «Русский бестселлер». С 16 ноября 2020 года проект был показан на телеканале «Романтичное». Именно там он транслировался в новой озвучке, где приняли участие известные актеры дубляжа. На первоначальном этапе производства режиссерское кресло занимал Валкан Коджатюрк, позже его заменила Хил Альсарл, которая ранее сняла проекты «Без вины виноватая», «Соколиный холм» и «Не могу сказать прощай». Съемки проходили в столице Турции, Стамбуле. Сцена с аварией на шахте была снята в городе Зангулдак. В 2017 году сериал был достоин премии «Эмми» в номинации «Лучшая зарубежная теленавелла». «Черная любовь» является одним из самых популярных турецких проектов во всем мире, а права на его трансляцию приобрели более 60 стран. Главную роль в телесериале сыграла Неслихана Тагуль, которая получила широкую известность благодаря фильму «Чистилище». Наш главный герой – ребенок богатых родителей. И в обществе таких называют мажорами. Наш герой имеет юридическое образование, но ни одного дня не проработал по профессии. В один из загулов ночью он вступился за приятеля, подрался с полицейскими и выбил табельное оружие у офицера. В итоге отец лишает героя всего и отправляет работать в отделение полиции. То самое, в котором служат ночные полицейские. Его там не ждут и даже презирают. Но именно там он начнет становиться мужчиной, встретит свою любовь и найдет убийцу мамы. Первая серия проекта повествует о юристе Игоре Соколовском, санебогатого и влиятельного отца. Но после инцидента с полицейскими, отец лишает его содержания и отправляет служить в полицию под начало полковника Пряникова. Несмотря на конфликтное знакомство с коллегами, мажору удается раскрыть первое преступление. А второе преступление повергает его в шок. Парень понимает, что в смерти девятилетней девочки виновен его ближайший друг Стас. Автор сценария криминальной драмы является Александр Щербаков, который написал первый сезон «Обратной стороны Луны». Главную роль сыграл Павел Прилучный, известный по таким проектам, как «Закрытая школа», «Геймеры» на игре. При этом все трюки во время съемок актер выполнял сам. Также Прилучному пришлось много работать с автомобилями. В кадре Павел должен был ездить на спортивной машине, управлять грузовиком и пожарной машиной. Создание сериала. 12-серийную криминальную драму поставил Константин Стацкий, знакомый зрителям по сериалам «Закрытая школа» и «Москва. Три вокзала». Продюсер проекта Александр Цекало рассказал о сериале и его главном герое. Персонаж, которого мы встречаем как абсолютно безответственного типа, к концу 12-й серии становится мужчиной. Мужчиной, который принимает решения, совершает поступки и пытается даже уступить женщину, которая ему нравится, другому человеку. Он ведет себя очень достойно. В сценарии мы не имели никакой город конкретно. Этот проект мне очень важен еще и потому, что мы снимали его в моем родном городе, в Киеве. Очень надеемся, если зритель оценит наш фильм, то мы сможем там же работать над продолжением проекта. Рассказывает продюсер Александр Цекало. Молодого Мирана на протяжении 27 лет растили с мыслями о мести. Он не умеет любить, не умеет быть счастливым. Ариян верит в чудеса и бесконечную любовь. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга. Но она – дочь его врага, которому он поклялся отомстить. В первой серии проекта Миран Асланбей прибыл в Медиат и представился Насуху бизнесменом. Он предложит ему большее, чем просто партнерство. Он попросит руки его внучки Риян. Однако глава самого властного семейства в городе, Насух, имеет свои планы на Мирана. Насух считает его хорошим женихом для внучки. Он отдаст Мирану внучку, однако не ту, которую любит. В то время, как Насух будет пытаться уговорить Мирана, он не будет подозревать о планах, которые есть у Мирана относительно него. Пока все будут находиться в ожидании решения мужчин, новость, пришедшая в особняк, глубоко затронет жизни Риян и Ерен и главным образом изменит их. Какое влияние окажет на судьбы двух семей история любви, которая начнет зарождаться на многовековых землях Медиата? Сумеет ли эта история воссоединить харизматичного бизнесмена Мирана и Риян, о красоте которой говорит весь город? Миран делает предложение семье Риян забрать ее в жены. Семье приходится согласиться. Девушка счастлива, ведь она понимает, что влюблена в него. Наступает день хны. Молодым людям предстоит пройти через многие испытания и трудности на пути к счастью, а также остановить многолетнюю вражду между своими семьями. Несмотря на то, что сериал снимается по книге, мало того бестселлеру, сценаристы решили увести действие подальше от страниц романа, пообещав зрителям сюрпризы. Интересные факты. Сериал снят по книге молодой турецкой писательницы Сумеи Коч. Сказка о любви и мести моментально стала бестселлером в Турции. И, конечно же, она стала предметом пристального внимания со стороны телестудий. Премьера данного турецкого сериала состоялась 15 марта 2019 года на турецком телеканале ATV. Сказка о любви, рожденная из мести, является слоганом сериала. Более ста стран приобрели права на показ проекта. Молодой и талантливый врач по имени Аркадий вернулся из Соединенных Штатов в Россию, чтобы начать работать в одной из клиник Москвы. Вместе с ним в столицу едут маленькая дочь и жена Шура, которая была вынуждена бросить свой небольшой кондитерский бизнес в Америке из-за желания быть рядом с любимым мужчиной. В России их встречает друг юности и по совместительству сын директора клиники, богатый ловелас, но мечтающий о настоящей любви и семье. Начав работать, Аркадий неожиданно для себя оказывается в центре интриг, сплетен и коррупционных схем. Он пытается разобраться в своих отношениях с коллегами, богатыми и известными пациентами и собственной семьей, а также понять, что для него является истинным счастьем. Именно с этого и начинается первая серия и сама история. Также помимо основных тематических направлений, зрителя ждут больничные страсти, первая любовь, бытовые неурядицы, взлеты и падения в профессиональной деятельности. Режиссер Андрей Джунковский рассказал детали о проекте. Это история о людях, которые должны быть счастливы, ведь они могут себе многое позволить, но при этом не чувствуют себя счастливыми. История о том, как они пытаются найти спокойствие и баланс, находясь в раздоре. Этот проект мне важен тем, что мы снова встретились с прекрасной командой, с которой мы уже работали над другим проектом «Сладкая жизнь». Важен тем, что некоторые вещи в сериале перекликаются со мной. Я такой же инфантильный, как некоторые персонажи. Мне кажется, все наше поколение более инфантильное, чем предыдущие. Это близкая мне история. Главные герои сериала достигли многого в своей жизни, могут позволить себе последний айфон и поход в ресторан. Им всем не дают покоя два вопроса – счастлив ли я и что делать. Наш проект – это взгляд на сегодняшнее поколение успешных 30-летних, у которых есть все, кроме счастья. Марина Васильева также рассказала подробности о сериале. Мне на пробах один режиссер сказал, «Жанр – это жизнь. Это очень похоже на то, над чем мы работаем. В жизни бывают ситуации, когда одновременно смешно и очень грустно. Мне кажется, наш проект – это универсальная история». Они вернулись в свою страну после Афганистана, но страна стала совсем другой. Они рассчитывают только на себя. Они доверяют только друг другу. В одном из уральских городов совершено дерзкое ограбление. Похищены 145 миллионов рублей. Грабитель – бывший афганец Герман Неволин, водитель инкассаторской машины. Что толкнуло его на преступление? Почему он принес в жертву все, чем дорожил? Дружбу и любовь. В дебютном эпизоде «5 инкассаторов» получают в кассе торгового центра большое количество наличных денег. Все инкассаторы – бывшие воины-афганцы. Среди них водитель фургона по имени Герман Неволин с говорящей кличкой «Немец». А также старшей группы Виктор Басунов. По дороге в банк немец грабит собственную инкассаторскую машину. После ограбления он успешно прячется за городом, прячет мешки с деньгами в лесу и направляется в деревню под названием Ненастье. Премьера первой серии состоялась 12 ноября 2018 года. В 2020 году сериал стал обладателем «Золотой орел» в номинации «Лучший телевизионный сериал свыше 10 серий». Драматический сериал снят по роману Ненастья Алексея Иванова, автора проекта «Географ Глобус Пропел». В основе сюжета лежит реальное событие, произошедшее в Перми в 2009 году. В этой социальной и психологической драме есть элементы брутального боевика и детектива о судьбе человека, прошедшего войну в Афганистане. Писатель Алексей Иванов рассказал о сериале. Ненастье – не просто дачный поселок, а целый мир, который 10 лет наматывался на колеса старого автобуса с афганским прозвищем Барбу Хайка. Взгляд Сергея Урсулика, режиссера фильма, чутко уловил вечную русскую хтонь, экзистенциальную безму национального существования. Но есть свет и воздух. Есть вера, надежда и любовь. Осенью 2015 года стало известно, что канал «Россия-1» выкупил права на экранизацию романа. Роман, по которому знаменитый режиссер взялся снять сериал, стал одним из самых ярких явлений российской прозы. В 2016 году этот роман стал лауреатом премии «Большая книга». От опера Глеба Барнашова уходит любимая жена. Он впадает в затяжную депрессию и начинает злоупотреблять алкоголем. Начальство переводит Барнашова в отдел по делам несовершеннолетних, где выясняется, что Глеб совершенно не понимает современных детей. Особенно не понимает свою дочь, Юлю. Для того, чтобы хоть как-то наладить с ней отношения, он просит одного из провинившихся подростков подружиться с ней в одной из социальных сетей и передать ему доступ к аккаунту. Именно так начинается первая серия проекта. Главная цель сериала – донести до зрителя проблему, где социальные сети стали основным источником информации для подростков. Съемки этого сериала проходили с августа по декабрь 2020 года. 8 июня 2021 года сериал был представлен на международном онлайн-рынке фильмов, сериалов, телешоу и анимации. Роль Барнашова сыграл Павел Майков, который получил свою известность после сериала «Бригада». Образ его дочери сыграла Ирина Паутова. Для актера Евгения Стычкина сериал стал дебютной режиссерской работой в жанре многосерийного кино. Исполнитель главной роли рассказал, что в сериале ярко описаны проявления современного конфликта между поколениями. В основе сюжета конфликт поколений как таковой. Он ведь существует столько, сколько и человеческий род. Но наш сериал про этот самый конфликт именно в текущее, сегодняшнее время, потому что время у нас не очень простое. Нельзя сказать, что мой герой жесткий или грубый. Он просто не умеет любить. Очень хочет, но не понимает, как это делать. Не понимает сути любви. Он вроде что-то делает, а все не то. Но он очень любит дочь и по сути своей хороший и честный человек, поделился актер. Это универсальная история отцов и детей, но она особенно актуальна тем, что происходит в эпоху, которой мы раньше не знали. И сегодняшние родители переживают ее первыми. Их дети растут в мире социальных сетей, ВКонтакте, Инстаграм и ТикТок. Главный герой настоящий мужчина, но кажется сегодня это больше не ценится и только доставляет проблемы. Ему нужно одновременно найти контакт с дочкой, окружающими и самим собой, поделился продюсер. Они не знали друг друга до того дня, пока в одном клубе их не отравили неизвестным ядом. И теперь тем из них, кто не умер на месте, предстоит выполнить несколько заданий загадочного кукловода. Он единственный в мире имеет антидот. Если задания будут выполнены, то наградой для выживших станет противоядие. В первой серии нескольких молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, судьба сводит в баре Фантом. Дэн – безработный музыкант, нуждающийся в деньгах. Марина – амбициозная журналистка, чья новая статья грозит ей увольнением и судебным разбирательством. Саша пытается помочь единственному брату, угодившему в тюрьму. Славе необходимо скрыться после неудачного взлома базы данных. Хмурый, бывший сотрудник спецслужб, решает немного подзаработать. А Грек оказывается не в том месте и не в то время. Как только клуб заполняется посетителями, происходит нечто странное. В борьбе за свои жизни они должны будут получить ответы на главные вопросы – кто организовал смертельный квест, и почему для его прохождения были отобраны именно они. «Пройти, чтобы выжить» является слоганом сериала. А премьера состоялась 26 октября 2015 года. Съемки сериала стартовали 24 апреля 2014 года в Риге. Режиссеры Андрея Загидулина создатели пригласили на проект, увидев в интернете его короткометражный фильм «Наблюдатель». Ему устроили череду проверок, он делал наброски кадров сериала, снимал тизер, доказывал, что умеет работать с группой, а также прошел процесс согласования своей кандидатуры с телеканалом СТС. И только после этого с ним был подписан договор. Специально для сериала несколько художников вручную сделали часть артефактов – медную шкатулку с секретом, металлический шар, шифровальную машинку, шприц. В процессе съемок было задействовано более 150 локаций в столице Латвии и ее окрестностях. Длинные волосы у героя Павла Прилучного были выбраны для того, чтобы подчеркнуть творческую профессию его героя Дэна. Согласно сюжету, он музыкант и диджей. Латышских актеров в сериале озвучил известный переводчик эпохи видеокассет Андрей Гаврилов. Сам сериал был впервые анонсирован в 2013 году. Вторая половина 15 века. Москва. Последние правители Византии палеологи бежали в Рим. После смерти первой жены, князь московский Иван III получает предложение послов из Рима, жениться на юной византийской принцессе в изгнании по имени Зоя Палеолог. Иван III отправляет в Рим доверенного воеводу Хромова и своего нанятого монетного мастера, итальянца Фреа. В первой серии послы привозят Зою из Рима в Москву, где при повторном крещении она принимает новое имя – Софья. Однако, став великой княгиней московской Софьей, Зоя Палеолог не оправдала надежд Папы Римского по расширению влияния католической церкви на Руси. Попытки посылать эмиссаров с целью убедить Софью следовать линии Рима, а в дальнейшем – убить ее – заканчиваются провалом. В сериале показаны наиболее яркие моменты правления Ивана III, война с Новгородской республикой, ссора и дальнейшие перемирия с братьями Борисом Володским и Андреем Большим. Также показан выход из-под власти Золотой Орды и противостояние между Софией и Еленой Волошанкой, которая является женой старшего сына Ивана III. Съемки сериала начались в ноябре 2014 года и проходили как за границей, так и в России. Для съемок на территории ВДНХ была выстроена декорация московского Кремля, соответствующая его историческому облику XV века. Тогда он был белого цвета, вместо привычного для нас красного. Специально для фильма реквизиторы нашли антикварную посуду и утварь того времени. Для проекта было сшито более тысячи костюмов. Тысячи россиян посетили выставку о создании этого телепроекта. К съемкам сериала были привлечены консультанты и эксперты. В телевизионном фильме с высочайшей точностью воспроизведены костюмы и предметы быта эпохи. Также телезрители увидят сцены сражений и природных катаклизмов, тайны и интриги средневекового Великокняжеского двора, любовь и ревность, колдовство и покаяние. Перед художниками по костюмам в фильме стояла очень сложная, но невероятно интересная задача – одеть весь Великокняжеский двор Москвы XV века. И абсолютно каждый костюм должен смотреться художественно ярким, выразительным, ведь это одна из главных составляющих образа. Дебютная серия проекта рассказывает про разведчика по имени Александр Волк. После неудачной спецоперации он попадает в тюрьму Арабского Востока. Спустя несколько лет генерал-майор КГБ в отставке Гольцман помогает ему выбраться из плена. Но взамен просит Волка найти тех, кто убил его сына. Убитый был хорошим другом Александра, поэтому тот немедленно берется за дело. Накануне своей смерти сын Гольцмана занимался расследованием событий 3 июня 1943 года на Каменном мосту в Москве. Тогда была убита дочь посла СССР в Мексике. Волк восстанавливает события прошлого, но чем больше узнает, тем опаснее становится дело. Сценарий создан по мотивам детектива под названием «Каменный мост». Данный детектив написан русским писателем, журналистом и редактором Александром Тереховым. Роман был издан в 2009 году и высоко оценен критиками. Кроме того, за свое произведение автор получил литературную премию «Большая книга». Режиссер и автор сценария сериала Геннадий Островский рассказал о проекте. Хочу выразить благодарность автору романа. После прочтения «Каменного моста» я остался под сильным впечатлением и начал писать сценарий, не задумываясь над экранизацией. Это некая фантазия и размышления на определенную тему, касающиеся эпохи, которая уходит. И хочется ее ухватить. Удержать время, которое безвозвратно покидает нас. Мы из настоящего наблюдаем за событиями прошлого, когда страна была на изломе. Война, репрессии, смерть повсюду, человеческая жизнь значила не больше песчинки. И история юноши и девушки, которые оставили после своей гибели тайну. Для себя я ставил задачу поведать об огромной человеческой драме и передать энергию, которую таят в себе события и герои прошлого. Съемки проходили в Москве. По словам режиссера Геннадия Островского, съемочный процесс оказался непростым, так как пришлось перекрывать не только Каменный мост, но и другие знаменитые столичные постройки. Производством сериала занимались киностудия Кит и компания White Media. Интернет-релиз состоялся 7 декабря 2020 года на видеосервисе «Премьер». А на телевидении проект показан в 2021 году. В московской трехкомнатной квартире живет молодая семья. Костя, его жена Вера и их дети, пятилетняя дочка и два двухгодовалых сына-близнеца. И все было бы в их жизни прекрасно, если бы не родители Кости, которые живут рядом с ними на одной лестничной площадке. Сколько раз Вера не пыталась повлиять на мужа, чтобы он попросил своих родственников перестать быть такими назойливыми, но все безрезультатно. Разрешить эту проблему Костя не в силах. Конфликты и проблемы, с которыми пытаются справиться герои сериала, жизнены и очень типичны для любой семьи. Решение этих проблем, конечно же, развивается по законам ситкома, но и эти законы имеют свои границы. Первая серия проекта начинается с того, что в семье Ворониных-старших, к ссоре может привести все, что угодно. Как итог, мама Кости пришла жить к сыну, а его жена Вера ушла в квартиру родителей. Георгий Дронов высказал мнение о своем персонаже. «Мой герой Костя абсолютно среднестатистический парень. У него есть цель, работа, семья, но и непреодолимые жизненные препятствия в виде его родственников, которые создают огромное количество проблем. Все конфликты решаются через него. Он хочет, чтобы всем было хорошо. Пытается сделать лучше для всех, начинает забываться, путаться, и в результате получается глупость. Но несмотря на это, он постоянно окружен любовью своей семьи, и это важно». Станислав Дужников также рассказал о своем персонаже. «Мой герой Леня, прямолинейный, всегда недовольный, уставший, стеснительный, хотя ему уже около 40. Он разведен и пытается наладить личную жизнь. Но это получается у него со скрипом. Он даже поцеловаться со своей подругой нормально не может. По сути он человек, который до сих пор не освободился от каких-то детских ужимок и комплексов и ведет себя как мальчишка 12-13 лет». А Екатерина Волкова о своей героине сказала следующее. «Вера – очень мудрая женщина. С одной стороны, она мягкая с детьми и мужем-костиком, который иногда ведет себя как ребенок. А с другой стороны, она умеет быть жесткой, потому что она – единственная, кто может расставить все точки над «и». Эта история начиналась очень даже прекрасно. Света вместе со своим возлюбленным гуляла на вечеринке, организованной однокурсницей в честь выпуска. Света и ее парень решили выйти на балкон. В порыве страсти девушка не удержалась и упала с третьего этажа на асфальт. Молодая девушка Света оказалась в инвалидном кресле. Но врачи дали ей надежду на выздоровление. Но чтобы вновь встать с коляски, девушке нужна дорогостоящая операция. Так что Свете нужно собрать достаточно большую сумму денег. На парня, надеется, Светлана больше не может. Он сбежал, как только узнал, что его возлюбленная прикована к инвалидному креслу. Денег у девушки нет вообще, как и работы. Но рядом осталась верная подружка Ирка, которая работает парикмахером и снимает со Светой двушку, оказывая Свете огромную моральную поддержку. Телепроект стал экспериментальным для всего российского телевидения. Дело в том, что с первой серии он снят в формате веб-сериала, поэтому все, что происходит на экране, зрители видят через объектив веб-камеры. Это первый пример подобного формата съемок телепроектов в России. Работа над сериалом началась в 2015 году. Съемки первого сезона телесериала продлились 30 дней. На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет чуть больше 6 баллов из 10. Комедия, при всей легкости внешнего восприятия, остается одним из самых сложных жанров кино. Эксперимент многие считали отчаянным, но в итоге он вышел невероятно удачным. Сценарий хорошо продуман. Это настоящая сатира современной жизни, которая совсем не требует серьезного отношения. В роли Светы в 16-серийном комедийном телефильме снялась Мария Машкова. Ее подругу Ирку сыграла Анна Котова, а Павла – Кирилл Каганович. Молодого человека, которому Света неровно дышит, сыграл Александр Ратников. Постоянных клиентов Светозары, вдову олигарха Ксению и одинокого странного мужчину Цыпина сыграли Евгения Дмитриева и Борис Комарзин соответственно. Герой сериала Василий Русаков с отличием оканчивает Саратовское танковое училище. На дворе грохочет Великая Отечественная война, но это не мешает Василию влюбиться. И теперь в нем борется боевой командир и безрассудный юнец. Нередко в этом внутреннем споре юнец побеждает. Именно такие, как Василий Русаков, выведут свои танки на Курскую дугу – крупнейшие танковые сражения Второй мировой войны. И ценой собственных жизней заберут победу у врага. В первой серии Василий Русаков знакомится со слушательницей медицинских курсов Марией. Василий приглашает девушку на свидание. В назначенное время красавица Маша приходит на место встречи, но Василия там нет. Обстоятельства помешали молодому человеку увидеть возлюбленную. Проходящий мимо офицер предлагает замерзшей девушке зайти в дом офицеров, чтобы согреться. На следующий день Василий безуспешно ищет Машу по всему городу, в том числе и в училище. Он не подозревает, что вчерашнее происшествие круто изменило их судьбы. Производство. Василий Брюхов, на чьей книге основан сценарий картины, был участником битвы на Курской дуге. Там состоялось его боевое крещение. Всего за время службы он подбил 28 вражеских танков. Андрей Кретов, продюсер сериала, рассказал детали о проекте. Книга Василия Брюхова открыла мне новый взгляд на ту войну. Он рассказывает о героических событиях Великой Отечественной войны простым человеческим языком. Упоминает бытовые детали, которые обычно документалисты той эпохи обходят стороной. Наш сценарист Давид Ланян также провел несколько месяцев в архивах, читая письма фронтовиков. Ему важно было понять, из чего состояла повседневная жизнь бойцов, что их тревожило и радовало, чем они делились с близкими. А что напротив, предпочитали не упоминать. Мы хотели, чтобы события тех лет стали ближе сегодняшнему зрителю, в том числе и молодому. Чтобы зритель еще отчетливее ощутил масштаб подвига наших предков. Интересные факты. Прототипом героини Даши стала женщина-танкист Мария Октябрьская, которая на собственные деньги построила танк Т-34 и отправилась на нем на линию огня, чтобы отомстить за убитого мужа. В первой серии сериала спецназовец Александр Кучин после службы в армии вернулся в родной город. У него есть мечта, чтобы Россия стала лучшей страной в мире и люди в ней жили хорошо. Следуя ей, он пытается перевоспитать нерадивых земляков любыми способами. Александр со школы влюблен в Елену Сосарину, которая мечтает уехать в Москву и стать знаменитой звездой. В то же время к Александру неравнодушная Екатерина Тетерина, простая девушка, готовая принять его любым, ведь для нее он настоящий мужик. Здесь зритель видит неклассического героя подобных произведений, который пытается познать непостижимые пути российской государственности. Здесь герой просто любит свое отечество, без вопросов к нему, без претензий. И делает это не потому, что вокруг него все чудесно. Наоборот, его идеал вечно сталкивается с бытовыми ситуациями, в которых оказывается почти нежизнеспособен, но герой остается непоколебим, несмотря ни на что. Герои по-доброму простые, здесь вы не найдете сильной личностной борьбы и глубокой рефлексии. В нем есть интересный конфликт человека, борющегося за общество, и его будущее против желания этого самого общества. В день премьеры сериал стал лидером вечернего слота в России по доле просмотров с аудиторией почти 2 миллиона зрителей. Ситком был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов 2019 года. Однако сериал так и не вышел, премьера была перенесена на начало весны 2020 года. Продюсер Антон Зайцев рассказал детали о сериале. Патриотизм и юмор уживаются прекрасно. Столько хороших комедий было сделано в советское время, где показаны люди, как с высокими идеалами, так и со слабостями, патриотическая комедия, беспокойное хозяйство, интервенция, гусарская баллада. При этом наш сериал, это комедия не о патриотизме, это комедия, где одного из героев называют патриотом за его яркую позицию, но на самом деле, все герои здесь патриоты и любят свой маленький городок. Создатели проекта «Реальные пацаны» выпустили новый сериал. Но это не только комедийный сериал о людях, которые делят одно жилое пространство, но и очень смешная инструкция о том, как быть верным своим мечтам и оставаться собой. Это история об интеллигентном неудачнике, который живет в коммунальной квартире Петербурга. Также он работает так называемым литературным негром у Ольги Бузовой и пишет от ее лица автобиографию. Этот питерский комедийный сериал, рассказывающий историю не только писателя Вении Ольги Бузовой, но и жителей коммунальной квартиры. Провинциальная учительница танцев, по ошибке ставшей стриптизершей, дилера, завязавшего с криминальным прошлым и суррогатной матери, которая вынашивает ребенка за деньги. В первой серии, от такой работы, наш главный герой готов залезть в петлю, но его останавливает день рождения дочери. Основные действия сериала происходят в коммуналке, созданной на одной из студий. Квартира вышла настолько достоверной, что во время производственного процесса некоторые работники съемочной группы жили прямо в ней. Работа над сериалом шла 4 года. Три года велась работа над сценариями и поиском главного героя. Еще один год продолжались съемки и монтаж. Изначально сериал назывался «Бисер». В процессе работы над сериалом его создатели нашли в сюжете и атмосфере фильма некоторые ассоциации с творчеством Достоевского и решили переименовать сериал в «Бедные люди». В целом сериал получил положительные отзывы. «Бедные люди» — единственный российский сериал, попавший в список лучших сериалов 2016 года по версии журнала «Афиша». Певица Ольга Бузова рассказала подробности о проекте. Да, мне было сложно. Некоторые сцены приходилось переснимать по несколько раз. Ведь я именно играла Ольгу Бузову. В комедии должен быть юмор и гротеск, поэтому многие черты моего характера были утрированы. Я как человек и как личность отличаюсь от той Ольги Бузовой, которая предстанет перед телезрителями в сериале. Первая серия этого сериала началась крайне интригующе. В то время как большинство психологов нянчатся с клиентами, по полгода выслушивая жалобы на их жизнь, главный герой Артем намеренно выталкивает своих пациентов из зоны комфорта. Артем — стрелецкий психолог, профессиональный провокатор, практикующий шоковый метод психотерапии. Работа психолога успешно процветает до тех пор, пока один из клиентов не накладывает на себя руки. Суд приговаривает Артема к восьми годам лишения свободы. Выйдя из тюрьмы по условно-досрочному освобождению через четыре года, стрелецкий возобновляет работу с пациентами и пытается самостоятельно раскрыть дело, по которому оказался в тюрьме. Однако бывшая жена Артема Даша обрела счастье с другим мужчиной и не желает его видеть. Но Артем не верит в их любовную идиллию. Продюсер Александр Цекало рассказал подробности о сериале. Про психологов уже снято много сериалов, но настолько пронзительного еще не было. Наш герой живет на грани, спасти всех, разрушая себя. Самым сложным для такого проекта, как этот, было написать очень честный сценарий. На эту задачу у автора идеи и креативного продюсера, а также сценариста, ушло более полутора лет. Еще до выхода сериала в эфир Первого канала, во время каннской презентации проекта весной 2018 года, представители кинобизнеса из Японии и США приобрели права на адаптацию телефильма. Создатели сериала не выдумали провокативную психологию, которой занимается главный герой. В действительности такой метод есть в реальной жизни, и он иногда практикуется в психологии. Идея снять этот проект возникла именно благодаря тому, что продюсер Александра Ремезова познакомилась в свое время с психологом, который применяет провокации как метод в профессиональной деятельности. Интересные факты. Идея для сериала появилась благодаря знакомству продюсера проекта с психологом по имени Сергей Насебян, сторонником провокативного метода, применяющим этот инструмент в своей профессиональной деятельности. Представители кинобизнеса из Японии и США приобрели право на адаптацию сериала в своих странах.